Все, мы идем к той женщине на мастер-класс тесто. Опять тесто, да? Ну ничего, а что? Тесто есть тесто. Посмотрим на технику раскатывания теста. Такая длинная скалка у нее. Знаете, как турецкая, как они делают пахлаву, бахлаву. Вот тут тоже самое. Пойдемте, а то мы уже там уже они все сделали, мы еще никак не придем. Смотрите, как хорошо они тупали. Вот так вот, вот так загар пристает лучше всего, когда играть. Видите, пляжный волейбол называется, песочек. Все по правилам. Мальчики. А, и девочка. И девочка играет. Видите? Загорелый. Этот мужчина толстенький, он сбросит вес. Прекрасно. Тут какие-то мероприятия чешу. Вот, жарко вам. Пришли в парк, сели, сидите, смотрите. Так, может там уже все сделали. Так, вот мы подходим к этой женщине, она как раз что-то там раскатывает. И мы сейчас посмотрим. Вот, смотрите, как они и работают управно с этим. А, они тут жарят большие чебуреки. Вот сейчас мы снимем. Сейчас я вам покажу эти чебуреки. И они, наверное, людям дают уже. Так, смотрите. Здравствуйте. Видите, это дрожжевое тесто. И вот начинки. Творог, сыр. Вот раскатана в муке. Смотрите, как она сидит, как у нее ножки не валят. Видите? И вот, сейчас вы смотрите, берет тесто женщина. Вот. Я не понимаю, что я... Я не понимаю, что я... Нет, вот там. Это по типу чебуреков, но без масла. Вот, видите, как она... Ну, сейчас эта женщина вот делает. Тут дело в том, что один это делает, а второй выпекает. Смотри, у них колени никогда не будут болеть. Вот, смотрите. Она не раскатывает, она не фило делает. Толщина где-то полтора миллиметра. Сыр. Какой сыр, я не знаю. Может, адыгейский, может, сулугуни. Но у них же разные. Сам принцип, это как чебурека. Вообще, сейчас я скажу на вкус. Это будет, наверное, как лаваш с сыром. Вот, она рычками. Видите, как делает. И бросает на такой тандыр. Только газа какая-то, выгнутая плита. Добавил огня. Ну, не знаю, может, в этом есть секрет. Видите, у нее... Она далеко. Вот, сначала, вот, видите, через полку. Видите, раз, и он сам раскатывается. Вот вытяжное тесто, они, видно, раз-два пахлаву делают. Это очень быстро. Пытатя, займи очередь, не купим лепешку. Не, не купим, а возьмем. Вот, попробовать. А то мы пришли первые. У нас стоит. Представляешь, вы очень. Просто попробовать. Хочу же вам передать. Я хочу передать вкус. Знаю, как сыр вытекает. Вот, сейчас, секундочку. Вот, смотрите. Смотрите, как сыр вытекает. Видите? А это масло, хотите, наверное, оливковым маслом. А это что-то с сахаром какой-то коричневый. С корицей, наверное, с масками. Но, смотрите, тесто очень-очень хорошо обсыпано мукой. Очень хорошо, обильно. Она, бедная, не успевает раскатывать. Вы понимаете, что это... Да, можно, наверное, 10 штук выложить. То есть, здесь цель, самое главное, чтобы сыр растает. Все остальное... Отщеплите чуть-чуть теста, попробуй. Чуть-чуть мал теста. Чуть-чуть. Я просто хочу... Да, какое оно на вкус. Ага. Сейчас вот мы попробуем, какое, чтобы я вам смогла передать, какое на вкус тесто. Обыкновенная дрожжевка, чуть-чуть соль есть. А так даже безвкусная больше. Дрожжевка, я думаю, даже на воде. А вот, как это будет, да? Мы спешим на палочку его. Бедные руки. Да, это вообще... Проще поставить в машинку, правда? Ну, а не говорите, слушайте, бедные. Но они так привыкли, я вам скажу, что это им легко. Вот мы сейчас возьмем один с сыном, а один возьмем с таким творогом. Мы попробуем. Они разрезают на части его, это хорошо. Вот она, видите, ручкой прихлопала весь, ну, типа чебурека. Не, ну чебурек мы же жарим в масле растительном, а это нет. С чем? С сыром или с начинкой? С чем? С чем? С шарли. Ты стоишь вот здесь? Так стань, давай возьмем нашим творогом. А ты стоишь, да? А, хорошо. Одно с сыром, а одно с начинкой. А это соленая или нет? Потому что я смотрю, сахарская. Соленая, с корицей. Все соленая, да? Но сахар с корицей зачем? Может, тесто на нем? Да нет, тесто. А, пустую может быть. А я лохопил. Сейчас возьмем с сыром и с начинкой с такой, и попробуем. То есть, вы помните, видите, муки немного, столик такой вот там, видите, на таких ножках маленьких, и женщина сидит, коленки у нее не вытянули, это же можно отчуманить. Я в лично один зеленый раскатал, и у меня ноги отвалились уже. Это турчанки или нет? Турчанки, да? Турчанки, да? Да. Я протез. Мы взяли пиво, это моё пиво, вот это в двойном, да, пиво, и вот смотрите эти коржи, сыр так тянется, вот смотрите, видите, ну это лаваш, лаваш чебурек. Ммм, вот такой он, очередь стоит, конечно, бешеная, потому что все хотят что-то вкусненького, да, мы устали. Пиво, пиво вкусное у них, пиво такое, знаете, не горькое, я вообще к пиву отношусь очень ровно, но пиво неплохое, как газует. Ммм, приятного аппетита, ну на работе не пейте, мои хорошие, ну мы же на отдыхе. Нам все всегда на убить, правда? Да, ну что, мы выпадлися с моря, сейчас мы мыемся дома, ну в комнате, и идем тогда на обед. Так, что здесь оставить? Я полотенце оставляю свое. А вы не оставляете полотенце? Нет. Круг положи на свой лежак, мы же вернемся. И крем пусть будет тут все. Идемте. Хотя, Сашуня, может, давай поменяем местами с матрастика, матрас положим сюда. Да, по-моему, принять. Я судьбу. Давай. Да просто положи. Да не, матрас лучше сюда переложи. Я просто полотенце. Матрас сюда переложи, положи, Витальчик, пожалуйста, спасибо, сыночек. Вот так. Ди-ки, чистенький матрас, как перевернувся. Вот так. Все, идемте на обед. То есть, первая половина дня у нас уже, как говорится, вычерпана. Найдемте, я вам покажу берег, какой прекрасный, какая вода чистая. И на этом, как говорится, дневное видео закончено. Дальше будет послеобеднее видео. Ну, что-то будет интересное. Просто у меня задача, завтрак вы видели, обед вы видели, у меня задача снять ужин. То есть, я сегодня пойду пораньше в столовую, чтобы зайти, снять. Потому что тогда, когда люди забегают, там вообще, там дурдом. Там невозможно ни пройти, ни ничего. Здесь такие камни шикарные, то, что я люблю. Сейчас пол первого, с моря нужно уходить. Вообще солнце, нужно уходить, потому что солнце очень-очень такое палящее. Вот, смотрите, видите, там вдали такие корабли, как пиратские. Вы можете взять экскурсию на эти корабли. Вот, видите, вот там. Там остров такой, вот они туда прибывают. Построили такие корабли. Ну, вы же понимаете, что туристический, туристическая страна, это все продумано. Смотрите, какая красота вода. С утра, конечно, вообще прелесть. Так чисто-чисто. Водичка чистенькая-чистенькая. Ну, и сейчас, просто под низом песок. Я думаю, что это нам навезли сюда эти камешки, потому что не везде такая гальфка. Но все равно прекрасное море, прекрасный берег. Не расстраивайтесь. Если у вас закончился отпуск, и вы не были на таком море, не расстраивайтесь. Стремитесь, в следующем году вы попадете на такое море. Пока, мои хорошие. Здоровья, удачи вам. До следующего видео.